добрый вечер дорогие зрители сегодня у нас беседа с еленой порецкой футурологом медиум гадалкой тема сегодня интересная взаимосвязь цикличность событий в детстве влияющие на взрослую жизнь лена у нас сейчас такое интересное время что рождаются интересные дети многих называют кристаллическими и они ведут себя не так как привыкли к тому как ведут вели себя мы в детстве как вели себя наши братья сестры дети сейчас совсем иные и не всегда родители понимают что с такими детьми делать какое них мировоззрение детское родители не всегда понимают не всегда могут перестроиться поэтому как взаимодействовать с современными детьми и может быть через взаимодействие с современными детьми можно исправить что-то и в своей жизни немного вернувшись свое детство где-то подкорректировал как бы там может повлиять это все на современную жизнь человека есть на пред маргарит всем привет значит но естественно да сейчас сколько раз мы уже говорили тему что сейчас рождаются кристаллические дети то есть если раньше это были дети индиго и принципе это 60 70 да как бы то в какой-то момент времени сейчас именно появляется у нас кристаллические дети и в принципе как бы но это не все так однобоко да то есть на самом деле существует принцип конечно когда это все имеет оттенки как бы до энергетические то есть не все прямо подряд они кристаллические естественно да то есть я как говорится как беру за основу да но все равно общий тип детей которые сейчас рождаются как во всем мире да они другие абсолютно то есть у них другие понятия да как бы вот эти прошлые вековые назовем эти традиции понятия они для них абсолютно непонятны то есть и допустим чтобы сегодняшних детей да как бы особенно молодое поколение приучить к позициями какого-то патриотизма там идеологии то это нужно сейчас дело да иначе как бы это также перерастет кто куда как говорится да кто куда свои способности развивать будет на самом деле проблема в нас прежде всего во взрослых да как бы мы наше поколение там еще старшие те кто чуть моложе там кто уже имеет детей то есть мы каждый каждый раз как бы мы все-таки меняемся даст размер на возрасту детей которые у нас у каждого есть и если вы помните свои состояния когда ребенок родился когда ребенок подрастал ваше состояние как вы на этом были сконцентрированы ваша степень развития как вы были поглощены развитием ребенка детей и как это переходит из степени в степень с точки зрения уже развития детей как вы с этим развиваетесь да и если ну как бы не секрет шучу многие совсем маленьким детям как украдились начинают покупать там игрушки если есть возможность да там всякие причин дал там побольше получше потому что у самих этого не было мы как бы отыгрываем всегда с каждым начал любой человек как бы все равно с каждым рожденным ребенком более взрослые отыгрывают обычно то что им якобы не додали в детстве но так она и получается потому что то что в детстве люди как это сказать формировали выстраивали значит например наше поколение в какой-то степени это все это стали это получили дети наши да там и уже и внуки да как бы потому что допустим внуки это уже формирование сознания наших детей то есть то в чего не доиграли или доиграли наши дети они соответственно будут степень развития как говорится видеть это у своих детей как с ними взаимодействовать если они другие ну во-первых как бы давайте так откровенно скажем что мы другие родители наши другие да абсолютно другие наши дети и другие будут наши внуки и так как у нас сейчас разобщенное общество к сожалению да и интернет этому способствует потому что система выдачи информации у каждого формирует только то что он хочет видеть в сети понимаете то есть мы чего-то ищем и вдруг нам услужливо поисковик или что-то там везде боковая контекстная реклама выдает именно то что нам как бы нужно или именно по теме да там если ты в одно веришь что те выдает или тебе одно нужно вот тебе на эту тему выдается контекстная реклама и ты соответственно этому все общество сейчас у нас привыкла думать да то есть люди особенно дети представляете дети которые в принципе вырастают в цифровых технологиях и которых сажают с детства за компьютеры а удаленный доступ к образованию он лишает детей детства такого как вот мы росли да хотя бы в примитивной сфере но все-таки и в итоге как бы дети становятся приложением компьютеру помимо там плохого зрения там и так далее да там мы будем иметь ментальные проблемы потому что ребенок получается не ассоциирует себя отдельно от компьютера и он в этом формируется то есть по сути у нас сейчас поколение формируется либо экстрасенсорное но с элементами цифрового восприятия да либо абсолютные люди цифры да то есть это люди которые будут в принципе все свое какое-то кристаллическое сильное сознание вы разруливать там в среде именно через цифровые технологии то есть засунь такого человека в лес и абсолютно вам скажу что он не выживет да то есть как бы или еще как то то есть нету никаких навыков что что давала даже советская школа нам да там нету практически нету таких навыков допустим которые бы были удобны там у нас абсолютно сейчас поколение даже 90-х детей это те кто ну как бы комфортно хочет туда поехать сюда поехать отдыхать то есть это правильно с одной стороны но с другой стороны получается что когда люди привыкают слишком комфортной среде чем больше у них сознание постоянно комфортно комфортно всегда чего-то не хватает отсюда начинается оппозиционное настроение отсюда начинается еще что-то да там брожение каких-то умов если люди особо не развиваются дом там ну что-то работа дом там ну может быть какие-то тусовочки с друзьями общения плюс в сети там ковыряются каких-то группках и все понимаете вот это есть развитие что в итоге мы видим да в итоге мы видим людей которые живут как бы по течению никак не формируя себя и у них такие же дети по сути своей то есть потому что если допустим в такой семья общепринятый который не развивается будет расти ребенок талантливый то родители за счет прямо сразу скажу да не буду все равно под свой потолок подрезать да как бы и в итоге у ребенка может не сформироваться то что заложено было бы в нем то есть к сожалению у нас как бы нету такого в школах сейчас или еще не создана или не так это создано чтобы допустим с детства определять профессиональную предназначенность ребенка к чему ребенок предрасположен соразмеряя нумерологию гороскоп соразмеряя психотип ребенка и в какой среде он рос или развивается да или растет и к чему он предрасположен с детства то есть нету у нас получается выдернуто все живут как бы выдернут на уровне того документа который мы имеем а-ля паспорт там или свидетельство рождения вот большего как бы о человеке в принципе сказать мало что может государство кроме каких-то косяков которые могут быть по кредитным историям и прочим то есть практически нету такого чтобы допустим в среде люди развивались и допустим государство как бы да на формировала в школах действительно полезные навыки они набивания знаниями непонятными кстати совершенно которые уже устарели в чем-то то есть должна быть система которая гибко меняется под сегодняшний мир то есть при старых каких-то знаниях дается что-то новое должна быть система учитывающая развитие детей если это кристаллический и в любом случае потому что все что у нас в школах мы получали если вы помните свое детство да то мы в какой-то степени потом а с этим шли дальше то есть по сути получается что на весь наш опыт заложены в детстве он периодически выкатывается в будущем у каждого человека по-своему и мы обычно встречаем таких и тех или иных людей того или иного стереотипа который был у нас когда-то в детстве да маргарит маргарит что все-таки делать родителям такой ситуации родителям 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 то самое сложное потому что как бы слишком развитые дети как бы абсолютно понимающие что они думают правильно они начинают под свой потолок уже ломать родителей и кстати я вам скажу это всегда было да всегда в детстве ребенок себя почему-то иногда ощущает не родить у родитель много как это назвать у нас у взрослых существует много как бы препонов чтобы это сделать прямо в трассе сделать то есть нет детской непосредственности как у детей ну как бы есть взрослые у которых это есть да ну например если вы чиновник вы допустим какого-то города вы никогда не пойдете напрямую губернатору вы должны как-то обойти ну что-то человек с детской напрямую вот это есть взять вот эту вот схему да если допустим что-то не так у ребенка в школе идет долгий цикл через учителя разговоры с родителем и так далее да то есть и если допустим такой ребенок не всегда может решать вопросы потому что допустим такой ребенок считает что учитель идиот потому что учитель мыслит старыми типами взаимоотношений наработанными допустим со времен там того момента как она или он там пришли в школу и в итоге этот учитель представьте себе да например к нему приходит в класс допустим вот новый состав участников да и в итоге среди них вот наказывается такой вот талантливый ребеночек который вот или который или который там девочка или мальчик неважно который вот допустим противопоставляет себя ей да допустим особенно если это возрасте человек представляете да и здесь начинается ломание то есть и почему я говорю что все первичные порчи сглаза на детях они идут со школы и если вы вспомните свои школьные годы я согласна что нужно где-то какие-то ежовые рукавицы но они не должны ломать понимаете то есть нас же тоже ломали в советское время там мы все по линейке жили когда да по идеологической вот сейчас этого нету и родителям нужно каждый каждому к своему ребенку иметь подход то есть иметь момент разговора да там наши же родители если взять сегодня то неизвестно какой они стороне то есть они по большей мере дети это их производная кто-то любит детей там действительно с ними занимается и все такое прочее кто-то там наоборот звереет от того что приходится больше заниматься особенно когда на удаленке да и я их понимаю потому что это тяжело да там есть люди которые не заточены на работу онлайн да это действительно непросто вот я даже пример приведу вот эта система выдавать тем кто болеет ковидом москве да выдавать типа браслетов или какого-то я не знаю брелка или что то что их местоположение показывает представляете да и я вам скажу а что делать людям пенсионерам у которых кнопочные телефоны которые практически не понимают как с этим оборудованием работать то есть об этом никто не думает то есть представляете у нас цифровое воспитание идет дальше непонятно кто на кого ориентируется то есть практически люди уже взрослого периода кто не справляется с этой техникой они будут некомфортно себя чувствовать как бы ну как изгоями да каким то ну и соответственно там может быть штраф потому что у человека местоположение непонятно и человеку могут прислать штраф да просто даже потому что он нигде не засветить не засветился на том месте где есть то есть проблема в том что как бы слишком быстрый переход вот на цифровое мышление которое допустим господин грех у нас очень сильно хочет она неразумно в частности в российских реалиях практически потому что не дай бог какой-то косячок и прямо вам скажу все зависнет потому что все оцифровано все медицинские карточки оцифрован то есть на руках у людей ничего нет то есть это абсолютно представьте в школе все оцифровано все дневники онлайн то есть нету дубликата который бы дублировал информацию да там о том что вот такой-то ученик то есть практически система крайностей да то есть у нас получается люди в какой-то момент времени сейчас развиваются и экстрасенсорно и технически и биотехнически да и в то же время кто-то идет через науку кто-то идет как атеист да кто-то через религии то есть очень много разных веток мировоззренческих и в итоге мы получается видим что люди дети с таким кристаллическим экстрасенсорным сознанием они могут не вписываться в школу современно потому что они больше чувствуют больше понимают им это не интересно и заставить ребенка учить предметы которые ему не интересно или ей практически нереально то есть соответственно должен быть подход у учителя если учителя 40 человек тем более онлайн заставить одного человека учиться как хочет учитель нереально а сидеть отдельно у нее просто даже сил нет или у него в итоге мы видим что такие дети упускаются потому что либо нанимаются репетиторы и детей вытягивают и все равно как буратино обрубают да и в итоге дети страдают потому что класс начинает чмурить таких детей каких-то особенных и так далее да в итоге дети вырастают с такими травмами психологическими как бы иногда к этому кстати учителя подключаются чего греха таить элемент белой вороны да или эффект белой вороны и что мы потом видим мы потом мы видим что либо белая ворона выйдя из такого состояния из класса достигнет чего-то либо это извините будет криминально настроенный человек который потом может привести в школу например террористов как это было в определенной школе не будем вместо говорить в россии да как-то давно то есть на самом деле как бы здесь очень важно что закладывают родители в детей да вот сегодняшних и если вы закладываете какую-то идеологию то вы помните что потом если вы закладываете живя в россии отрицание россии то ребенок потом ваш будет это отрицать либо наоборот его перебросит в сильную любовь к россии смотря что в роду еще было да и кто это рожден у вас вот поэтому с детьми кто сегодняшними нужно пытаться все-таки контактировать по принципу как бы понимания прежде всего почему ребенок так делает и обязательно все-таки приучать каким-то предметом действия то есть чтобы человек что-то умел там допустим себя обслужить я тут вот смотрел инстаграм своего сына да допустим и он похвалился какой он хороший мужчина что он все перестирал там в машинке правда естественно развесил молодец я честно вам скажу я порадовалась потому что когда у нас первый раз появилась в шестом году машинка стиральная мне подарил гражданский муж на тот момент и я была благодарна ему потому что у меня до этого не было такой штучки интересной да и все это стирала я руками много лет и выжимала и поэтому как-то так была у нас такая радость на тот момент и я поставила сразу условия детям я говорю ребята говорю я работаю вы учитесь соответственно это ваша работа давайте договоримся что каждый стирает свое белье сам я разделил разделила корзины вот и у меня дети стирали сами свое белье я помогал я только его развешивала потому что там как бы было трудно у нас там дотянуться где висит белье то есть я к тому вам говорю что навык который заложен в детстве он сейчас вот пригодился как говорится моим детям абсолютно да они абсолютно точно могут это делать вот с посудой конечно сложнее но опять же есть посудомоечная машина это для особо ленивых я тоже об этом кстати фантазирую потому что мне сказали что это очень удобно вот поэтому к чему говорю чего вы чем вы загрузите как бы если вы будете воспитывать цветочек которые вы бегаете вокруг поливаете да там или как то то есть если у вас ребенок не задействован вашей жизни в хозяйстве да там допустим как вы будете взаимодействовать а если бы фермером были вы бы наверное учили извините следить за животными как дети фермеров воспитывают с крестьян да они полностью все делают так же по дому в той степени как они могут потому что как бы так было всегда то есть вы воспитываете детей своим примером если вы будете лежать ничего не делать то и дети будут то же самое делать то есть как бы дети копируют полностью нас и так же как мы копировали родителей то есть и подсознательную часть и сознательную и наши плюсы и наши минусы и когда допустим мы вырастаем сейчас даже уже в возрасте там 30 50 лет если вы даже эту категорию возраста возьмем там или даже старше то цикличность событий которая у нас была в детстве она нас достает по жизни и по жизни получается что мы пересекаемся с ситуациями или с людьми которые в чем-то напоминают нам неотработанные детские моменты да как бы то как вы в детстве все делали по сути вы точно так же если вы ну проанализируете себя вы точно так же все делаете и как и как вы сейчас то есть может быть с большим опытом с большим пониманием но основа все равно оттуда и здесь нужно четко понимать да что сегодняшним собой продолжать работать надо то есть представьте себе допустим такая ситуация что живет там семейная пара да там и мужчина например абсолютно по хозяйству ничего не умеет и если вдруг жена там приболел или что то у такого мужчины идет стресс представляете а почему у него идет стресс потому что патриархальное мышление всегда разделяет виды деятельности на женское и мужское ну извините сейчас квартиры в основе своей сейчас посудомоечные машинки сейчас у нас техника оборудование на кухне у всех у многих да стиральные машинки там швейные но вы извините вы можете так же что мужчина что женщина каждый может себя обслуживать но почему то все равно возникает такое сейчас уже меньше но возникает что женщина должна там как это сказать готовить борщи и чего-то делать тут у меня тоже был момент когда мне вдруг по сути тоже предложили как заняться борщами там понимаете когда я сказал что я практически не успеваю я ем в кафе или в ресторанах там или как говорится где успели да ой извиняюсь вот то в итоге получается как бы это было непонятно да сейчас хочу так присесть поэтому я вам скажу что сейчас другое время если вы своих детей будете приучать к некому равноправию в хозяйстве то есть никто не говорит мужское и женское мы сейчас говорим о равноправии обслуживании себя прежде всего нету разделения сейчас мужская мужская работа по дому женской мы не в царские времена живем где корову там часть работы делала женщина часть мужчина потому что там и мужчины извините нагрузку несли да и когда сейчас там в группах я читаю что там могла делать десятилетняя девочка в крестьянской семье и там список то почему то там не висит список а что имел как возможности делать мальчик в десятилетнем возрасте там практически мальчик рядом с отцом пахался и убирал в таком возрасте вот в чем дело то есть почему то вот это люди которые навешивают то мышление ну как бы сегодня забывают да то есть вот я считаю что как бы сегодня другое время да как бы и каждый должен уметь себя обслужить что-то сделать там и так далее другое дело если есть проблема что человек не может тогда тут уже другой вопрос да маргарит я как-то читала один типа рассказ наверное был что сидела компания молодых мужчин и в какой-то момент одному позвонила жена он засобирался те начали над ним друзья издеваться подкаблучник он говорит мне надо по дому сделать там постирать посуду помыть и все такое над ним начали еще больше издеваться ты подкаблучник помогать жене собираешься на что он ответил в смысле помогать я точно такой же житель этой квартиры я точно такой же пользователь всего что там есть соответственно точно так же я должен делать то же самое что и моя жена у нас нет разбора на мужское женское и так далее этот подход мне честно говоря ближе ну это правильный подход потому что получается что да получается что женщины так же работают женщины так же это самое а как вот была ситуация мне недавно было сказано да тоже что вот ты должна все бросить и вот помогать там то там то и возникает вопрос почему я должна это делать да там ну не буду сейчас эту ситуацию говорить вот я к тому говорю что рассматривание допустим любого в любых отношениях там рассматривание там мужчину как-то не так в браке да там что он только приносчик там денег или допустим что женщина только как это сказать должна по дому шпарить там все убирать это неправильно должно быть какое-то равноправное понимание друг друга кто что может то и делает вот в чем дело существует такой принцип и опять же все вместе живут соответственно должны как то все вместе по хозяйству что-то и делать по очереди там кто что может кто на что готов кто что успел вот поэтому здесь как так а вся идет ситуация с детства то есть это если взять сегодняшнее поколение там людей там это шестидесятые пятидесятые шестидесятые семидесятые годы это поколение воспитана в том что женщина должна то себе пятое десятое а мужчина может лежать на диване получается ничего не делать потому что у него нагрузки никакой нет отсюда наступает проблема потому что как бы ничего не умеющий мужчина извините с возрастом и что будет дальше да там а если он один останется и так далее да там то есть я к тому говорю что человечество сейчас как бы по сути да пришло к такой форме что что-то для себя уметь сам обязательно еще один принцип тоже такое существует развитие да допустим вот живет человек живет и допустим какой-то элемент чего-либо ну периода цикличность опять же события заканчивается да вот что-то закончилось нам очень трудно иногда расставаться с тем что было как какой-то период интересный да и себя очень трудно перестроить вот почему ну вот в чем дело да и здесь с учетом такой сложности надо где-то над собой работать да очень сильно потому что есть люди которые у которых дети подросли да там разбежались живут отдельно ну просто как бы тоже когда люди звонят очень многие ситуации такие всплывают и на консультациях сеансах и я как бы вижу и человек теряется а как дальше жить то есть допустим бывает момент когда дети выросли живут своими семьями и там семья допустим еще хорошо если допустим они в паре папа мама они живут как-то ну как по накатаны да либо расходятся опять же начинают заново но вот тут опять же сложности как начать заново потому что те самые кристаллические дети которые сейчас рождаются и внуки да у поколения допустим семидесятников и постарше да они как бы живут своим то есть у них свое мировоззрение вот у 30-летних у 25-летних да там я тут не буду говорить в каком инстаграме в чем аккаунте да я тут сцепилась из-за оппозиционной ситуации да в россии и мне молодая девушка стала утверждать что когда я сказала вы наверное ну плохо живете что вам что-то не так она типа мне стала утверждать что ну когда я сказала вы знаете в 90-х было очень сложно поэтому сейчас не так уж все плохо я говорю найдите позитив в том что есть у вас сейчас мне вдруг человек стал писать такой бред что оказывается там в 90-х было не так все плохо и так далее то есть кстати на основе этого у меня родился один проект я сейчас хочу предложить в администрацию президента тоже россии потому что этот проект был бы глобален то есть я одна его не потянул а его могли бы сделать даже на уровне государства потому что я считаю что он очень важный да в общем вот такая история и я вам скажу это мышление 25-летних вы понимаете которые считают что в 90-е легко было купить дом в россии представляете когда инфляция скакала каждые полгода это было время страшное тяжелое и я опять же вот даже сейчас призываю будьте спокойнее сейчас не так уж плохо сейчас есть точки развития развивайтесь пробуйте что-то вот люди никогда не ценят по сути то что у них есть они живут с каждой в своем мировоззрении а сейчас это интернет это у нас и интернет нам диктует каждому вкусовые предпочтения благодаря контекстной рекламе и в итоге мы что имеем мы имеем сейчас поколение разобщенных людей которые живут совершенно не связываясь с родителями то есть опыт передачи поколения от стариков к более молодым он он аннулирован интернетом даже не книгами понимаете хотя именно передачи учителя живого учителя который что-то смог там ну дать допустим да кому-либо это намного ценнее потому что передача идет ментального опыта через интернет вы получите просто текст да вот ну хорошо если видео как вот мы говорим вы общаясь допустим со мной и слушая меня вы можете все равно частично как бы брать себе ментальную мою какое-то видение да и у вас будет развиваться передача как передача знаний идет таким образом понимаете то есть как бы при каком-то общении каком-либо да где вы видите человека который вам что-либо говорит и вы берете это на вооружение у вас работает опыт этого человека и вы начинаете уже моделировать свои ситуации с размером тем знанием которые вы получили от этого человека вот поэтому здесь как бы получается что чему учить детей как бы если все разобщены то есть и каждый получается воспитывать своих детей вот как как говорится боги на душу положили вот как приспичило там той или иной мамочки с папочкой вот так они и воспитывают ну я не говорю очень много позитивных кстати моментов в этом очень много позитивных молодых родителей и не только молодых и как бы все гармонично но сам факт это как бы да основной нагрузки ментальности у молодежи нету такой обобщенной ради чего да там то есть если учесть что в сети вы смеет вот патриотизм кстати на любом уровне что в любых странах то есть сейчас искажение идет абсолютно и я всех родителей призываю все-таки давать какую-то опорную точку позицию действительно потому что кому мы страну то оставляем подумайте ну как бы да чтобы не было того что было в 1941 году да там и в семнадцатом нужно сберечь сейчас то что сейчас есть следом идут дети которые кристаллические которые все это знают и чувствуют их надо тоже чем-то наполнить вот что важно понимаете и именно задача родителей сидеть не пивасик там пить на уровне песочницы да или еще что-то дать именно любовь к России то тоже кстати возник вопрос за что там чего-то любить ребята ну я знаю вот той же Америке люди живущие там если вы кто знает да ну все знают это американские фильмы даже или вот сейчас ютуберов полно да посмотрите там же около каждого дома американский флаг каждый американец или русский там или приезжие там они патриоты они любят эту страну я не вижу вот допустим у нас в России то есть как было совковое искажение восприятие что там лучше чем здесь так оно и осталось и хуже всего что поколение допустим там тридцатилетних воспитана на этом да и оно толкает эту правду соответственно своим детям понимаете и мы были на этом воспитаны как бы в то старое совковое доброе время что там где-то на западе лучше вот в чем дело хотя я вам скажу что это все ну как говорится не так очень много технологий отсюда ушло туда и там они просто развелись потому что тут неправильная система подачи была поэтому здесь нужно все-таки приучать да детей своих любить ту землю на которой они живут ту страну в которой живете потому что это все равно важно это важно патриотизм это когда вы любите то место где вы живете прежде всего вот в чем дело не за что-то а просто вы любите как бы это и есть понятие родины понимаете если у детей не будет слова слова патриотизм в какой-то степени то они найдут извините чему поклоняться и поверьте это будете не вы это будете наоборот противовес вам найдется кто-то что-то который будет пылесосить мозги вашим детям и вы абсолютно можете потерять ребенка в принципе меньше даже общаться на этой почве то есть идеология идеологии как бы да должна быть все равно каждой семье какая-то своя идеология которая поможет потом сочетаться пониманием с детьми а тем более кристаллическими которые у нас все знают да на интуитивном уровне эти дети очень много знают они больше знают они быстрее осваивают технику и поэтому им нужно давать навыки предметные им меньше им не так интересно становится допустим прочитал книгу ему уже это будет неинтересно или ей да конечно все дети разные но в основе своей я вам говорю да и здесь нужно смотреть на что у вас ребенок рассчитан потому что сильные вундеркинды дети которые очень сильно все понимают их надо немножечко заземлять и лучший вариант это творческие процессы да потому что когда рисунок кстати как и взрослые да работает у нас моторика рук соответственно работают у нас хорошо мозги и у вас идет материализация чего-либо через эти рисунки вы можете даже сбрасывать стресс да там есть даже в принципе такие сейчас изучение на этой почве да научных кругах маргарит все таки немного повернем в тему цикличности у каждого человека жизнь циклична да через определенные периоды времени по-моему 7 лет да каждые 7 лет события в жизни каким-либо образом повторяются или я не права ну я бы сказала у каждого по-разному ну повторяется проанализировать наверное свою жизнь или каждые 7 лет каждые 12 лет здесь да здесь надо каждому проанализировать свою жизнь потому что у каждого все индивидуально на самом деле есть схема конечно каждые 7 лет но я вам скажу что не факт не факт хотя как-то я тоже рассчитывала эту схему и мне показалось что да подходит но я например сейчас скажу я в той передаче по-моему говорила что вот у меня например сейчас период состояния 2001 года то есть мы как бы развиваясь в тех или иных ситуационных моментах мы берем себе на вооружение как бы у нас как бы выскакивают те аспекты и те цикличные события которые были раньше да которые сейчас повторяются в чем-либо да и они могут связаны с каким-то человеком быть из прошлого да они могут быть связаны вообще как бы с развитием самого человека в среде с какими-то деловыми там отношениями и иными да то есть в какой-то степени получается что в какой-то степени не получается что мы как бы имеем сейчас каждый да ту цикличность развития которая позволяет нам развиваться дальше а приходит эта цикличность только от того что мы можем нам приходит информация допустим о том или ином событии которое было 12 лет назад там 10 лет назад ну я не знаю 11 лет назад да и здесь как бы происходит момент где вы начинаете меняться еще бывает момент когда начинаются какие-то отношения и идет поглощение партнером обычно мужчиной да там партнерши и здесь очень сложно потому что если вы жили в своем какой-то цикличности то при поглощении вас партнер партнером более сильным ваша какая-то жизнь она будет немножечко не так уже идти да то есть вам надо понимать что как бы если ваш партнер не будет вас видеть так как вы себя ощущаете он будет вас ломать под свое видение и как здесь тогда быть да потому что если с вашей стороны есть понимание со стороны партнера нет понимания там принципиально или как то то есть он человек вот и хочет вас так видеть он так вас видит то соответственно это уже напряжение в отношениях да и здесь нужно понимать что как бы это неправильно да то есть либо вы как то объясняете либо у вас должен быть проговор вот этой ситуации потому что иначе у вас будут какие-то срывы и проблемы на стыке того что на стыке того что сознание вашего партнера будет вклиниваться ваше и и вы свое направление или свою жизнь будете уже не так видеть как видели до этого человека вот то здесь как бы вот это очень тяжело понимаете маргарит вот у нас есть несколько вопросов вельва скандинавская спрашивает разве отношение к детям в школе не является их зеркалом на них тоже влияет карма с прошлой жизни конечно влияет дети же приходят все-таки с каким-то опытом как бы там не отрицали люди которые считают что это не так но душа там жила сям жила потом пришла допустим и здесь вот где-то у кого-то родилась соответственно здесь идет именно встреча каждому каждый ребенок вообще каждый человек встречает допустим в этой жизни тех кто созвучен был в прошлой жизни и поэтому как бы здесь и если обратите внимание то и у детей то же самое то есть да то есть почему-то дети дружат с определенными детьми да то есть допустим ваши да обратите внимание есть те кто не дружит ни с кем то есть как бы не поддержат отношения а есть наоборот души компании там прям вообще вот все их любят и так далее кстати такие дети которых очень сильно любят сверстники в итоге ну в плане общительности там заводила там какой-то да тут такие люди плохо заканчивать даже почему потому что существует принцип забирания энергии и всегда кто как бы ведет вперед то этого человека забирают энергии если ваш ребенок лидер и вокруг него всегда кучкуется те кто допустим может с него что-то скопировать а люди маленькие дети они не копируют они завидуют многие да так что очень многие как родители мыслят понимаете да если допустим у вас успешный ребенок ему начинают завидовать со школы то в итоге как бы это может быть чревато воле старших классов то есть ребенок может получить энергетический пробой и в итоге как бы тот или иной момент развития может не пойти и сильно успешные дети в школе не всегда потом добиваются какого-то результата по той причине что сильно большое внимание в детстве к успехам ребенка со стороны общества может привлечь как бы ну элемент сбоя от зависти да и в дальнейшем это может не пойти у ребенка в той форме в которой допустим планировали там родители или наверное хотел сам ребенок да то есть еще существует принцип что мы иногда своих детей там ну вот я не знаю как все остальные я как бы так не делала но в основе своей многие так делают что своих детей как бы как это сказать ну вот хочет родители что-то хотят да чтобы ребенок был юристом я не знаю вот они всячески все складывают чтобы он был или она юристом или допустим кто-то хочет что-то кто-то был с какой-то женщиной с мужчиной там партнер их ребенок да там и все вот они все делают для того чтобы так было то есть есть очень такие родители которые вот как они посчитали так должно быть то есть не учитывается точка развития детей и это так и было и раньше вот как бы как раньше замуж выдавали и женили да не спрашивая толком вот а это как родители договаривались да если мы помним то же самое у нас кстати и советское время и сейчас как бы до сих пор это существует что родители знают куда там ребенку пойти там ну бывает что и не знает то есть получается вот дети сейчас учатся в школе обратите внимание а профориентации нет то есть ребенок к седьмому восьмому классу не знает кем он хочет быть почему потому что слишком пустые знания которые ни к чему не ведут они не дают профориентации это когда вы рисуете вы что делаете вы пробуете себя в рисовании и только попробуя себя в рисовании вы можете понять ваше это или нет если вы начинаете готовить там вы понимаете что да я люблю готовить не только на уровне себе приготовила там и все да там и семье но вы не пойдете в повара а есть люди которые вдруг готовят им хочется это их понимаете они пойдут в повара там вот главным шеф-поваром какого-то ресторана то есть принцип нахождения профессии должен закладываться в детстве если вы как родители это не заложили то в этом проблема да как бы если тут оправдание может иметь только тот факт что ну наверное что родителю было трудно был трудный период и просто не было возможности даже там репетиторов нанять есть такие факторы но тогда выстреливает то что вы заложили духовно и ментально в ребенка и у ребенка это все равно формирует характер видение и со временем вдруг ребенок неожиданно может выйти профессионально на какой-то уровень там допустим да если вы заточено как-то что-то объясняли ребенку в принципе поведения как психологический пар психологический то ребенок потом неожиданно может стать психологом прекрасным да там там детским врачом или взрослым да ну то есть обратите внимание как бы что вы вкладываете своих детей поиск профессии как бы все равно идет из увлечения ребенка как бы начиная с раннего возраста и обязательно если вы заметили что если в ребенке есть принцип перебора то одно то другое а старое уже не интересно здесь нужно фиксировать обязательно чтобы был имелся имелся момент привязки к какому-то предмету чтобы у таких детей формировался предмет любимое чтобы не было потребительного мышления где отношение к людям как винтиком тоже да там цифровое такое там не эта цифра так другая поэтому здесь обязательно нужно формировать в детях я так считаю да понимание вещи да там чтобы ребеночек осознавал это то есть хорошо когда у детей есть это там вот любит ребенок лошадку вот он и будет там там вот кто-то машинки любит да там вот у меня Даня очень любит машинки а Марьяна у нас любит лошадок вот поэтому здесь как бы вам сказать все равно какое-то предпочтение должно быть не просто любить все там по этой области да что нравилось там всех лошадок а именно какую-то лошадку там придумать ей имя там примерно ну как-то так то есть я всех призываю к этому потому что если мы вспомним наше детство у нас не было такого изобилия игрушек и мы формировались из тех вещей которые нас окружали и мы ценили это да вот если понять что сейчас такое количество игрушек и можно сказать что дети будут тем что вы купили им да вот во что они игрались но это не просто набор игрушек а именно во что и как они игрались то есть принцип наполнения сознания ребенка идет прежде всего через игровой момент если у ребенка есть грамотно поставленный игровой звукоряд да то есть те игрушки которые формируют его в перспективе в будущее то тогда этот ребенок и в перспективе будущего что-то добьется да там как бы потому что если ребенок цифровое мышление имеет то тогда нужно все-таки немножечко духовности закладывать чтобы человек не был бездушным да как бы абсолютно потому что иначе если такие люди становятся руководителями для них человеческий фактор не имеет роли и это страшно если такие люди приходят к власти для них важны только цифры это формалисты и к сожалению я считаю вообще сегодняшний кстати институт чиновников тоже надо как-то менять то есть должен быть подход к людям другой да как бы человеческие отношения должны фигурировать как-то да прежде всего между людьми то есть это должно цениться маргарита ну к сожалению сейчас те кто чуть-чуть повыше подпрыгнул они считают что они уже все небожители соответственно внизу только кто-то там бегает на уровне муравьев бессознательных ну соответственно так же и относятся к сожалению есть такое да есть такое что есть такое есть разница мышления обеспеченных людей богатых людей и бедных людей да как бы и есть еще класс когда люди среднего достатка ну вот есть у них что-то на что-то вот они как бы выше головы не прыгают это либо не заточен на деньги есть такая категория людей люди у которых нету которые считают себя бедными здесь существует родовой негатив очень сильно и здесь принцип что сколько не приходит денег у этих людей всегда им мало и они всегда будут их неправильно использовать и они будут считаться себя бедными если из такого звука ряда людей люди поднимутся к власти то они будут скажу сразу еще хуже тех кто в принципе вырос в достатке потому что они будут они абсолютно забывают с чего они вылезли называется это из грязи в князи и в итоге эти люди они как вот допустим на своем уровне ментальности были бедные они также становятся на уровне ментальности богатыми ведут они точно так же то есть нету смены понимания да смен ментальности духовности какой-то вот и у них будут потом такие у таких людей бывают проблемы есть люди которые допустим богатые ну вот много лет там живет человек он просто обеспечен ему никогда не понять другого человека у которого там может возникнуть проблема что машина не завелась ну как же так всегда же заводится потому что с шофером то есть у таких людей нету понимания сложности других людей хотя я знаю людей у которых есть такое понимание они как-то близки к народу да там из допустим допустим но все равно теряется ощущение реальности когда человек живет в своем хорошо он забывает о том что все-таки есть люди у которых не совсем все хорошо и если допустим это государственный человек то он должен это тоже понимать и в государстве должны тоже как-то относиться к этой категории людей в принципе сейчас вот я вижу какие-то все равно плюсовые моменты они есть понимаете маргарит к сожалению пока их очень мало ну я тебе опять же напомню 90-е когда вообще ничего не платили учителям платили водкой когда вся страна стояла продавая все что можно на улице просто там на трассах люди стали магастролировать когда да это было страшное время поэтому сейчас тоже не просто но сейчас как-то помогает молодым там матерям там семьям с детьми какие-то социальные есть льготы понимаешь я как мы когда детей поднимали нам вообще от государства ничего не платили мы сами что заработали как как волки на то и жили мы сами эти книги печатали самих реализовывали никто никогда не думал какие-то молодые семьи там мы в эту категорию вообще не входили а тогда того в том времени там поэтому нет сейчас делается что-то для людей просто люди понимаешь людям что не дай все будет мало поверь вот сто процентов тебе скажу я с этим реально столкнулась когда работала с нашей администрацией я реально тебе скажу что людям не сделай все равно будут ахаивать понимаешь особенно если допустим есть какой-то троллинг в адрес кого-то то есть люди не ценят то что для них делают это к сожалению этот момент я тоже я тебе сто процентов скажу это есть вот я например как волонтер в первую самоизоляцию я ездила тоже помогала раздавал продукты там вот эти губернатские посылки да мы развозили я видел благодарны глаза людей кто их получал и все понимаешь сейчас эти люди могут не помнить о том что им это привозили понимаешь потому что принцип что все должны он существует к сожалению в этом обществе да и вот эта проблема общества потому что воспитывается потребительское отношение к власти к людям к родителям да ко всему там и в итоге как бы ну что получается получается что там это неправильный подход то есть сами люди ничего не прикладывают усилий чтобы у них было хорошо то есть сами люди могут поехать шашлыки жарить на это тоже мышление кстати заложено с детства дети видят как их родители жарят шашлыки а потом эти родители бросают мешки с мусором где-то там и уезжают да там в лесной полосе около озера или речки то есть пожрали и ну поняла да накакали а в итоге что мы получаем мы получаем потом такое же поколение их детей которые точно так же будут делать вот в чем дело я вот показатель воспитания да никогда такого не понимала как можно даже бумажку на улице бросить иногда тут домой приносишь все бумажки которые ну негде было выкинуть по дороге да и смотришь народ не комплексует он идет распаковал там пачку бросили да а учитывая да учитывая что это сейчас все целлофонировано в принципе полиграфия у нас с ламинацией то представь что это все сколько будет гните в этой земле да там пластиковые вот эти посуды которые хранятся как бы там кюветы вот эти в общем которые продается там на пожрать только сейчас да но не знаю я считаю что надо глобально сейчас цивилизации нашей заняться переработка мусора потому что и все все производить такое чтобы это как-то быстро разлагалось со временем потому что или как-то перерабатывалось иначе это не выгодно это удорожает производство естественно ну а тогда тогда и некому некому будет предлагать это все потому что если учесть что пластик у нас даже сейчас присутствует как говорится в воде да присутствует и что мы можем иметь да то есть в перспективе мы можем иметь заход этого пластика с водой уже в организме там и вы не сможете его аннулирует потому что он там где-то когда-то разложился на какие-то наночастицы я хочу сказать что это не перспектива это наша реальность это реальность сейчас да это сейчас уже есть исследование что вот эти детские городки пластиковые которые некачественные у них микро пластик он попадает детям в дыхательные пути и у многих детей в легких обнаруживается именно вот этот пластик поэтому детям с маленькими детьми нужно быть очень внимательными и аккуратными особенно при покупке пластика при играх детей чтобы вот этот пластик там микродозы но они детьми вдыхаются и у них остается это в легких и в питании и во всем поэтому пластиковая посуда это не есть совсем хорошо вернее это вообще нехорошо лучше уж какую-то там керамику стекло и более нейтральный материал это да есть такое вот я у меня кстати тоже моя дочь она очень много накупила детям игрушек всяких пластмассовых пластиковых а потом она пришла к выводу что нужно было все покупать более натуральное потому что как бы на самом деле вот этот пластик он не очень хорош давай ответим на вопросы давай если ребенок не хочет заниматься дома ну имеется ввиду скорее всего домашними делами если ваш ребенок это не хочет делать вы должны убедить это делать как вы убедите вы должны объяснить прежде всего ребенку и не один раз а просто разговаривать на тему что он же не будет всегда ребенком или она ребенок подрастет и вы должны объяснить что дальше она или он они будут жить отдельно и если ребенок себя не умеет обслуживать то соответственно он попадет в какую-то зависимость от кого-то либо он не сможет извините себе приготовить поесть там ну то есть тут надо это показывать перспективу такового поведения там или допустим вы там приболели устали а так вот ваш ребенок пошел чай вам сделал хотя бы да то есть вы должны предметно сами показывать это и разделение труда должно быть обязательно да там я думаю что в вашем случае какое-то упущение уже произошло здесь нужно реально вам разговаривать с ребенком чтобы именно какую-то свою функцию по хозяйству ребенок выполнял и это должно быть стать в какой-то степени нормой да я например начала своим детям это объяснять не так уж поздно но и не так уж рано у меня сыну уже было наверное 14 лет да прям вам скажу это возраст подростковый когда он видел что папа у нас хозяйством вообще не занимался все по дому готовка продукты стирка там плюс наше общее дело все делала я и плюс дети да то есть он занимался только своим творчеством там машиной там ну какую-то функцию он выполнял естественно но по сути все вот этот вот весь момент у меня сын именно на этом вырос но я его приучала я объясняла я не ломала я объясняла что это надо и в любом случае только с посудой это косяк не прошел у нас сложно было вот а насчет вот допустим стирки там уборки там чего-то то есть пусть не часто но вот я допустим все-таки приучала это если у вас ребенок помоложе потому что моя младшая допустим она быстрее это освоила и как бы свои какие-то дела и свою часть комнаты там она убирала сама там потом в перспективе кстати вам скажу она практически все делала у меня то есть я этим не занималась я занимался своим своим направлением дочь у меня практически все дело по хозяйству сама абсолютно да ну может быть только не готовил потому что у нас как бы кухня к этому не располагается сразу скажу да вот поэтому я вам советую занять своего ребенка с точки зрения практики то есть объяснить это не на стыке там того что вы заставляете а что это обязательно надо и попробуйте не делать за ребенка то что должен он или она делать объясните вот как то попробуйте плюс там может быть сбой у вас в отношениях нет понимания нужно искать точку понимания снимать негатив с вашего ребенка и с вашей семьи то есть там есть негатив кстати маргарит у нас тут есть личный вопрос к детям отношения конечно не имеет ну просит совет дать что ссориться с мужем живут на территории его родителей два дома на одной территории чувствует себя обезьянкой в цирке хочет жить отдельно ольга ну здесь я вам сразу скажу что в какой-то момент времени ситуация сложная тоже существует негатив там почему-то по ощущению что ваши эти родители живут как-то вашей жизнью либо что-то отслеживают чтобы что-то не случилось помех их помимо их внимание как-то у вас нет возможно точки соприкосновения или как-то нет восприятия то есть их него вас то есть какое-то идет ущемление ваших прав в то же время попытка придавить я думаю тут надо попробовать все-таки посмотреть ситуацию на сеансе и я думаю там есть причина помимо родителей негативы которые присутствуют ну конечно желательно жить отдельно молодым да там потому что у всех у родителей свой образ жизни у вас свой и просто родители вас формирует под свой образ жизни что не очень хорошо для вас в принципе то есть там надо и плюс негатив присутствует вокруг вашей семьи вообще как бы да то есть надо смотреть Елена спрашивает как ты относишься к кремации людей особенно сейчас когда каи я считаю что наверное это правильно потому что как это сказать когда захоронение такое идет то душа умершего более трудно расстается с предметным миром и дольше зависает около родственников и душа умершего тогда более тяжеловатая она прям ощущается как будто бы это присутствие реального человека если кремированный тело кремировано то душа умершего легкая и она быстрее в течение года каждого в принципе умерший в течение года так или иначе ну происходит момент перехода да как бы и отпускание жизни предметной да но все равно как бы те кто кремирован они легче адаптируется в потустороннем мире потому что их тело уже как бы обработано стихией да как бы и уже разошлось то что не надо плюс огонь он же сжигает негатив соответственно с телом как бы предметным ушел тот негатив который получается ну был по принципу в роду там в этом человеке там болезни какие-то плюс ковид да поэтому кремация все-таки более разумно я считаю какой-то степень ну я вот слышала версию что при кремации душа как бы не знаю как сформулировать то ли ожог получает то ли что то то есть ну для души это не есть хорошо такая версия ну а в земле прямо скажу там еще хлещ да там если взять рассмотреть как это момент гниения происходит поэтому сейчас очень много например во франции у них по правилам допустим вот захоронение да и через определенное количество лет после разложения тела они могут в это же место хоронить другого другое тело ну это да в принципе у нас как бы можно допустим но я к чему иду сейчас они все оказались в той ситуации что те тела которые захоронены там определенное количество лет через которые они должны были уже разложиться они не разлагаются потому что они напичканы современной химией ну практически да современное тело человека сотканы из ненастоящей какой-то еды и лекарства и прочее если кто это все употребляет соответственно как бы оно мумифицируется а если взять что мы едим консервированную пищу е какой-то там добавляет как консервант в любое даже в вине по-моему это есть я тут недавно в бужеле прочитала что там тоже есть консервант или в каком-то да 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 то есть тоже есть какая-то добавка мы все едим все с пищевыми добавками и представьте себе такую вещь что это все у людей остается там вот как бы законсервированные тела получается и здесь конечно лучший вариант это ну к примеру кстати по-моему во Франции в подземных этих лабиринтах там есть эти самые как называют скелеты людей кто погиб нет кто погиб во время эпидемии там же их складировали и туда даже было паломничество я что-то читала на эту тему паломничество и я еще на это посмотрела думала хорошо все там жечь ну к этому самому короче ты поняла да потому что представь это же все напичкино бактериями чумы по-моему чума была и люди еще растаскивают эти как на раритет представляешь заходят туда растаскивают там прямо лабиринты под землей и там вот эти все идиотом полным во-первых чтобы организовать такую экскурсию да во-вторых нет там не то что экскурсия там ну там как бы да экскурсия получается но сам факт что это вообще это надо все вытащить и грубо говоря сжечь как следует как-то потому что это все имеет бактерии в чем плюс огня как бы огонь это стихия ничего там не обжигает на душу огонь прежде всего как это сказать сжигает негатив который был связан с предметным телом само по себе как бы для души это ничего душа наоборот обновляется потому что огонь с души снимает связочности которые были на теле негатив и как бы душа более обновленная да потому что допустим умерший человек болевший там какое-то время он душа этого человека будет какое-то длительное время находиться около живых именно в таком тяжелом состоянии даже если кремировали тело но при кремировании оно будет более легкое для умершего человека то есть переход все равно легче будет как бы да от себя прошлого к себе новому чем у того кого не кремировали какая тема у нас грустная у нас тут уже время последний вопрос вот все-таки про взаимосвязь события в детстве и во взрослой жизни все равно дается какой-то отпечаток и сейчас тенденция такая я вот слышала что можно в медитации например вернуться в то негативное событие в детстве каким-то образом его переработать то есть эмоции которые ты получил в детстве переработать и совершенно с другой точки зрения восприятия это событие переосмыслить за счет этого получается что человек как бы вернувшись мысленно в прошлое он там перерабатывает событие которое влияет на всю его жизнь соответственно он и меняет потом уже свою нынешнюю жизнь лучше ну это есть такой момент у тех кто осознанные люди да да и у обычных людей бывают с полохами вспоминают те или иные моменты и здесь надо остановиться погрузиться в них и посмотреть что вас потянуло туда почему сегодня это у вас вспомнилось это то о чем кстати я и говорил да и вы погружаетесь в прошлое и отрабатываете бывает что у вас в прошлом есть сожаление жалко что вы там оттуда уехали или там что-то не сделали и здесь тоже вы погружаетесь в это состояние отрабатываете это сожаление как это делается это делается очень просто вы как бы проживаете все варианты а что бы было если вы этого не сделали тоже эту методику даю на сеансах вот и в итоге получается что вы как бы таким образом вот я таким образом тоже отрабатывал много вещей каких-то да и таким образом я вдруг поняла например отрабатываете те или иные элементы прошлого что в принципе как оно сейчас сложилось так оно и лучше потому что мы как бы думаем что если было так то было бы лучше допустим если мы там в каком-то городе остались там или поехали там я не знаю ну куда-то например да там ну я например знаю что как это сказать мы с мужем в свое время в прошлое в Канаду хотели уехать да он достаточно американизирован был и он все хотел уехать уехать нас туда не пустили по определенным причинам мы оказались невыездные вот и я вам скажу одну вещь что я сейчас оглядываюсь на то время это 91 год был я сейчас понимаю что это здорово что мы не уехали потому что как бы ну это не совсем то что мне бы было надо сейчас то есть я сейчас смотрю на Канаду там и так далее и понимаю что вот это немножечко им было навешано мне да вот любовь к той стране которая в принципе ну в чем там плюсы ну есть плюсы но также есть у нас плюсы да там здесь нужно смотреть что вы не отработали вот я например это отработал да я вот об этом думала я в это погружалась я это отработала да и я считаю что в принципе как сейчас сложилось так оно и лучше вот любое событие о чем вы можете сожалеть надо отработать таким образом любое событие надо отработать которое допустим вы как это сказать где вы переживаете очень очень сильно что-то абсолютно тоже надо это пережить как-то переработать да ну в общем вот так как-то вот здесь есть куча разных методик ну вот я даю какую-то эту методику на сеансах если у вас какие-то вопросы будут перед сеансом пишите вопросы в тетрадочку и мы их все последовательно разбираем чтобы вы поняли что у вас не так то есть и что у вас так и куда это лучше вывести потому что в принципе как бы у меня работа с людьми обычно связано с работой сознания человека чтобы человек все-таки думал да а не просто тупо сидел там поглощал мою информацию да там поэтому я всегда какие-то варианты даю практик которые помогут развивать это да маргарит маргарит вот ну что сказать еще значит насчет насчет все-таки детства да постарайтесь все-таки быть ближе к своим деткам в качестве понимания то есть если вы видите что ребенок делает какие-то нелогичные по вашему поступки даже вспомните маленькие дети любят наводить свой порядок то есть пустить ребенка в кухню вы увидите что ребенок вывалится в муке вытащит все кастрюли и все что можно и нельзя поэтому и для ребенка это будет очень интересный процесс изучение себя через вот эти предметы и здесь абсолютно точно вам скажу вам конечно это все убирать потом но посмотрите ведь в этот момент ребенок развивается по-своему ребенок печет пироги таким образом да или с крупой в рассыпанном виде когда ребенок ощущение прислонения так сказать к будущему приготовлению пищи таким образом вот потом уже ребенок постарше уже пытается готовить да помним да там или что-то делать насчет меня все на борщевую тему тянет маргарита где там вопрос как только елена начинает движение в сторону работы бизнеса начинаете болеть в октябре решила вопрос с работы и вот болел весь ноябрь сейчас опять у вас елена негатив сильный присутствует вы на каком-то месте работе были я сейчас не скажу на каком у вас сбой получился возможно не очень хорошо либо ушли либо вам что-то пожелали и у вас возможно там были моменты где вы перебаливали что-то ну как-то переживали сильно может быть и болели и вот здесь этот момент вам получается и дал этот сбой ну как бы вы на этом зациклись то есть вам надо это снимать то есть очень какая-то зависть была сильная и вам заблокировали выход на работу психологически у вас это работа как у детей которые не хотят в школу идти когда болеют вдруг помните да и еще тоже момент может быть не совсем то место работы которое вам нужно вы ищите вы ищите работу потому что вам нужно зарабатывать деньги но сам принцип этой работы вас может не устраивать и ваш организм вам дает тоже знак такой ну а негатив конечно надо снимать это сто процентов маргарит ну насчет сергей насчет кремации я вам сейчас сказала информацию которую я ощущала я знаю как парапсихолог как медиум да потому что я имею связь в общении с душами умерших и абсолютно точно скажу что когда общаешься с душу умершего человека там абсолютно не видно как его захоронили оставили тело или кремировали вот в чем дело и здесь переживания души умершего они об этом не говорят на самом деле им это вообще все равно и здесь я вам говорю информацию которую я ощущаю которую я знаю я не думаю что вы найдете лектор на эту тему есть только в ритуальном агентстве где-то есть какие-то лектора по этой теме и то вряд ли потому что в основном там зарабатывать деньги совсем на другом там ну другой принцип работы там никто не думает о душе умершего там принцип похоронить тело идет здесь информацию дала я вам вы уже решаете как с ней быть потому что я так вижу потому что я ощущаю так и я знаю что это так и очень многие древние культы об этом говорят если вспомнить прошлое да как прошлые века и прошлые какие-то элементы захоронения вот вот поэтому здесь вот так вот маргарит да и немного что-то с техникой на сегодня наверное закончим вопросов у нас больше давай что-нибудь позитивное скажем о том какая тема на позитиве закончим все-таки взаимосвязь и цикличность при переоценке прошлого ну то есть своего детства все-таки можно выйти на позитивные моменты современной жизни и что-то менять в своей жизни сейчас ну да то есть если вы понимаете что все у нас циклично даже события в мире события в странах они все цикличны то есть мы сейчас немножечко идем по элементу прошлого века да если вы посмотрите аналогия прошлого века очень в каких-то местах прям явная да и здесь мы опять же думаем да это можно вывести в плюс а можно закончить цивилизацию да лучше вывести в плюс соответственно то же самое и у каждого человека как бы каждый человек несет карму семьи карму страны где живет и здесь здесь нужно обязательно понимать что ваша цикличность развития как чем бы вы не занимались там она все равно будет и на каком вы языке это себе не объясняли психологическом биологическом техническом религиозном все равно это цикличность событий есть просто вы будете на своем уровне понимания видеть то что вы были в детстве и что у вас приходит сейчас то есть какие-то события у нас могут повторяться какие-то события кстати вам скажу могут из прошлого приходить вдруг и напоминать нам о каких-то моментах прошлого как у меня недавно было это было связано с подругой детства и я вам скажу одну вещь что события того времени как бы на меня очень сильно нахлынули да и так как это связано было и с моим как говорится замужеством это тоже как-то все приплелось и я вам скажу что в моем случае это просто какой-то кусок прошлого вылез и я анализируя это состояние просто понимая что все что то закончилось что то ушло что связывало всю эту цепь событий и у меня какой-то новый цикл пошел до жизни новый цикл развития как бы новые какие-то там возможности взаимоотношения с допустим уже более новым как бы количеством людей и качеством да нежели допустим это был какой-то элемент прошлого то есть например если вам еще интересно прошлое особенно люди любят реинкарнации значит вы еще себя как-то не изучили потому что когда момент когда вам перестает интересоваться интерес вы перестаете интересоваться элементом прошлого вас интересует только настоящий связано с тем чтобы дальше идти в будущее это самый лучший момент но при этом тогда вы должны в прошлом настолько что-то переработать и отработать чтобы у вас не вылезало это как бы так глобально да в будущем связи да допустим ну это может выглядеть так что допустим вы в детстве отлупили какого-то наглого пацана ну например а потом вдруг встречаетесь а он допустим может занимать какую-то нишу ну например в какой-то партии и вот вспоминайте как клево было когда вы на тот момент оказались сильней а этот допустим парень ну например оказался более гибок по отношению и он вообще это вспоминал как шутку какую-то да для него это была шутка допустим вы можете это вспоминать как свой косяк потому что вы были ну не правы наверное или погорячились может быть такой момент да там какой-то жизни да поэтому здесь в этот мое вот это как как бы связывает до людей на самом деле ситуации из прошлого но при этом они могут и минус дать а могут и плюс то есть смотря где вы были с кем как связаны и подчас например я вот оглядываюсь на свое там детство и юность я не могу сказать кого-то из прошлого потому что в принципе я как бы жила всегда разными сообществами если вы жили в определенном месте соответственно у вас больше взаимосвязи с прошлым с городом там где вы жили и вас больше народу может фиксировать вашу степень развития в чем есть и минусы тоже но будем более позитивны так что вот так да маргарит у нас уже время да на сегодня время закончилось будем очень рады нашим зрителям и на следующий наш эфир и дальше будет только интересней можете предлагать кстати писать на нашу электронную почту и предлагать темы для бесед будет очень интересно можете да кстати вопросы пускай задают вопросы а мы уже можем на исходя из этих вопросов давать какую-то тему да да на сегодня все всего доброго благодарю лена до свидания всем пока это не только это не только но и для здесь вот и Продолжение следует...